Варкэш. Первый в России онлайн-шутер за реальные деньги. Для начала игры вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте варкэш.ру и скачать игру на свой компьютер. После этого пополните свой баланс на желаемую сумму. В личном кабинете выберите оружие, а также создайте карту или войдите в уже созданную. После чего нажмите кнопку в бой. На данный момент в игре доступны карты от 50 до 500 рублей. В бою за каждого убитого противника вы будете получать 80% от стоимости выбранной карты. Все заработанные деньги вы можете вывести без комиссии на любой онлайн-кошелек. В конце лада вырезается в джип, в котором находилась семья с двумя маленькими девочками. Водитель вышел из машины полностью невменяемый. Не пьян, скорее всего под наркотиками, рассказал пользователь, разместивший видеозапись в сети. О степени и тяжести травм, полученных участниками ДТП, не сообщается. Водитель грузовика решает пересечь пути, но не успевает, и в него вырезается трамвай. После столкновения, сошедший с рельсов, в результате пострадал вагоновожатый, получивший легкие травмы. В Уфе водитель автомобиля Митсубиси не заметил человека, лежавшего на проезжей части. Машина наехала на мужчину и остановилась, после чего попыталась тронуться с места, однако была остановлена очевидцами. Степень тяжести травм, полученных пострадавшим, не уточняется. По утверждению автора видео, женщина, водитель, находившаяся за рулем легковушки, в момент ДТП разговаривала по телефону и не в полной мере контролировала дорожную обстановку, а ее жертва находилась в состоянии алкогольного опьянения. Украина, Киев. На видео видно, что пешеход, находясь в нетрезвом состоянии, идет посреди дороги. В следующий момент в кадре появляется грузовик, который буквально рассыпает на части пьяного пешехода по асфальту. В результате наезда грузовика погиб мужчина в возрасте 35-40 лет. Якутия. Водитель автомобиля Субару не справляется с управлением и совершает касательный наезд на бордюрное ограждение справа, после чего автомобиль отбрасывает на встречную обочину, где совершает наезд на опору светофора. На кадрах видно, что в ДТП серьезно пострадала девушка, которая в результате удара вылетела из автомобиля и упала на дорогу. Молодой человек отнес ее на руках с проезжей части, так как самостоятельно она идти не могла. В момент ДТП в салоне находились два пассажира. По результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка получила ушибы и ссадины, мягких тканей лица, ушибленную рану в скуловой области, открытый перелом костей носа. Дагестан. Водитель приоры рванул с правой полосы налево и врезался в 14-ю. Пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. В сети размещены необычные кадры, сделанные во время похорон, состоявшихся в городском округе Бао-Дин, расположенном в провинции Хэбэй на востоке Китая. Житель Китая завещал своим родственникам похоронить себя не в гробу, а в любимой машине. Выполняя волю покойного, они поместили тело усопшего в салон автомобиля Hyundai Sonata и опустили транспортное средство в могилу. На записи видно, как сильно разогнавшийся Mercedes вырезается в попутный ВАЗ-2112. При этом водитель с регистратором едет около 80 км в час. Что видно на записи, это ДТП произошло в Краснодаре. На месте от полученных травм погибли 25-летний и 19-летний мужчины. Еще один, 40-летний, был доставлен в больницу. Все они из автомобиля ВАЗ-2112. Водитель Мерседеса в аварии не пострадал. Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы. Однако интернет-пользователи в обсуждениях под видеозаписью сомневаются, что виновник будет наказан. Спасибо за просмотр, если вы впервые на канале. Найдите красную кнопочку и нажмите подписаться. Ну и поставьте колокольчик. Не забудьте оценить видео и оставить свое мнение в комментариях. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте Дорожные войны 2. Любой из вас сумеет очень помочь нам и себе, если просто распространить этот фильм. Отправьте ссылку на него друзьям и знакомым. Расскажите своим родственникам о том, что увидели. Продолжение следует...